Добрый день, коллеги! Тема моего часа Общая разносторонняя физическая подготовка Основа здоровья, профилактика травматизма и фундамент специальной работоспособности юных баскетболистов Вопрос, с одной стороны, совершенно ясный С другой стороны, на практике я вижу, что он очень спорный у тренеров спортивных школ Итак, для чего вообще нужна физическая подготовка молодым спортсменам игрокам детских спортивных школ? Работая в молодежном проекте ПБК ЦСК уже 5 лет Через нас проходит очень большое количество детей Приходят дети 13, 14, 15 лет примерно За год мы просматриваем Подтягиваем к тренировкам своим Порядка 100 игроков ежегодно проходит через наши руки И вот даже за эти последние 5 лет, которые я нахожусь в этом проекте Мы и субъективно, и объективно по тестам видим, что дети от года в год приходят все слабее и слабее И все больше и больше проблем со здоровьем И практически медицинские осмотры, которые мы проводим Показывают, что здоровых детей практически не приходят к нам Ну, причин огромное количество Начиная от того, что они с утра до позднего вечера в школе Заканчивая тем, что они плохо питаются Качество продуктов плохое Главная, конечно, причина Это то, что дети много времени проводят в компьютере Сидячий образ жизни Огромное количество гаджетов От которых уже практически их оторвать мы не можем Бороться с глобальными причинами мы не можем Но кое-что тренер, конечно, может противопоставить На начальных этапах, когда дети только-только начинают заниматься спортом 6-7-8 лет, когда они приходят в спортивную школу Задача и тренера, и, может быть, даже в большей степени родителей Привить ребенку правильные привычки Научить их трудиться Научить их дисциплине Научить их учиться Совершенствоваться постоянно Например, Австралия очень продвинутая страна в плане спорта Дети идут в школу в 6 лет в Австралии И сразу же с первого класса В школах обязательные уроки фитнеса То есть дети сразу учатся правильно работать Пусть сначала не с весами, с собственным весом С собственным телом Но они сразу же вовлечены в эту систему физической подготовки Или, если поднять вопрос правильного питания У меня жена работает с фигурным катанием И она как-то начала объяснять девочкам маленьким Там, в 8-10 лет, как правильно питаться На что ей одна девочка говорит Я училась в швейцарской школе И там обязательный урок На котором первые три класса рассказывают, как правильно питаться Как бы система на уровне страны построена иначе Но вопрос, для чего именно в раннем возрасте следует включать физическую подготовку Существует такая теория Которая называется сенситивные или чувствительные периоды в развитии ребенка Ну, к примеру Первые годы жизни младенца Происходит бурный рост Бурный набор веса Но если ребенку в этот момент Если он не получает все необходимое В плане питания То ребенок может не вырасти так, как должен То же самое происходит в физической подготовке Существуют определенные периоды В которые ребенок может развить то или иное физическое качество свое Если этот период пропускается И ему не дается то, что нужно Да, в последующем Будучи профессиональным спортсменом Он может как-то наверстать что-то Но это будет уже не тот объем совершенно Так, например Быстрота Такое понятие Немножко другое Не скорость Скорость мы можем развивать В течение всей спортивной карьеры у спортсмена Но есть такое понятие Быстрота Частично оно генетически заложено Но частично Оно развивается Период от 6 до 9 лет Если в этом периоде С ребенком не занимались этим Все, его упустили Такой скорости у этого баскетболиста Сейчас речь о баскетболе не будет Для чего еще нужно? Физическая нагрузка Именно специальная физическая нагрузка Которая направлена на определенные группы мышц Группы суставов Стимулирует развитие плотности костей у ребенка И связок Повышая этим их прочность И позволяя в будущем Когда нагрузки действительно возрастут Будет он профессиональным спортсменом Не будет Позволяет Выдерживать более серьезные нагрузки И без риска травм Ну и самое важное Почему надо Рано начинать физическую подготовку В раннем возрасте Организм ребенка Более восприимчив К обучению Любым движением Никто не говорит Что нужно С раннего возраста Посадить ребенка под штангу И приседать Почему-то у нас складывается такое впечатление Что физическая подготовка Это обязательно штанга Приседания Ребенка в первую очередь Необходимо научить Правильным движением Пусть это будет Вместо штанги Будет палочка Гимнастическая Но если он научится Всем движениям Которые его ждут в будущем Как спортсмена Мы сразу решим Огромное количество проблем Существует Большое количество мифов Про физподготовку Которые я бы хотел С вами обсудить Первый очень Воспространенный миф Который я слышу Каждый год Когда ко мне приходят Новые игроки Тренировки с весами Помешают росту Это абсолютная Неправда Которая уже Многими доказана Проверена Весь вопрос Здесь в выборе В правильном выборе средств Существует Доказанная теория Что Приседания С небольшими весами Стимулируют рост Юного спортсмена И как я уже говорил Продвинутые страны Австралия США Италия Очень продвинутая В плане фитнеса Страна Там тренировки Уже с сопротивлениями С минимальными Может это резиновый жгут Может это собственное тело Начинаются с 6-7 лет Еще один очень распространенный миф Что дети Не могут набрать Свою физическую силу Из-за отсутствия Тестостерона Это тоже миф Да, может быть Это не будет Визуально Потому что ребенок До пубертатного созревания Не будет Выделяться Мышечными Какими-то Показателями Но сила Растет Это факт Уже у 6-7-8 летних Детей Если вы Плавно Целенаправленно Начнете заниматься С ними Любыми физическими упражнениями Все их показатели Вырастут И еще один Очень распространенный миф С которым Тоже я Сталкиваюсь Постоянно Миф такой Что в баскетбольных Тренировок Достаточно Чтобы ребенок Развивался гармонично Вот этот Очень распространенный Миф Где говорят Да мы же Нагружаем Детей Они же баскетбол Играют Два часа Тоже Абсолютная Неправда Ребенок Может развиваться Гармонично В гармоничную Личность Гармоничного Спортсмена Только когда Задействован Весь комплекс Подготовки Какие преимущества Получим мы Сразу Вводя С первого же Года обучения Вводя Физическую подготовку Именно Специальную Мы снизим Резко Практически В разы Снизим риск Получения Травм у игроков Мы этого Еще коснемся Чуть подробнее Но Все можно Восстановить Но сам факт Координа Координа Как раз В этом возрасте Восемь 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 Тринадцать лет Закладывается Но Быстрее Весь процесс Восемь 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 Какие критерии Необходимы Чтобы Правильно Выбрать Методику Физической подготовки Ну Первый Критерий С которым Все мы Сталкиваемся Это Условия Для тренировки Многие Говорят Да У вас ЦСКА Все условия Созданы Тренажерные Залы Вот Тот набор Оборудования Который Я принес Я принес Даже Не столько Показывать Пророждение Сколько Показать Что Вот Это Вот Набор Оборудования Достаточно В принципе Чтобы Обеспечить Всю Физическую Подготовку У ребенка Балансировочная Подушка Валик Набор Резинок Разных Другой Вариант Балансировочной Подушки В принципе При Фантазии Тренера Коврика Метра на Два Достаточно Чтобы Полностью Обеспечить Физподготовку Своему Спортсмену Да Тренажерный Зал Великолепный Если он Есть Причем В большинстве Спортивных Школ Уж Москвы Точно Все Условия Созданы Еще Какой Критерий Важный Критерий Возраст И правильно Подобранная Каждому Возрасту Методика Очень Потреб Потребностям Этого Возраста Ну Разумеется Что При выборе Необходимо Учитывать Пол Ребенка Девочки Часто Очень В этом Возрасте Обгоняют Мальчиков Мальчиков И Упражнения Физические Им Можно Давать Раньше Зачастую Сейчас Тоже К этому Вернусь Подробнее Куда Вставить Этот Блок Физподготовки Очень Часто Даже У нас В работе В клубе Ну Не дает Тренер Много Времени На Физподготовку Решается Этот вопрос Просто Те 15 Минут Которые У нас Есть На Разминку Мы Используем По Максимуму Успеваем Заняться Развитием Координации Развития Быстроты Баланс Да Тяжело Вставить Какие-то Силовые упражнения Потому что Если По-настоящему Работать Потом Тяжело Баскетбольную Тренировку Провести Но Важно Чтобы Вся Эта Вся Эта Физподготовка Она Помогала Частью Тренировки Выделите 15 минут В разминке Прекрасно Выделите 15-20 минут В конце Тренировки Не надо Каждой Замечательно Все Это Я думаю Решаемые Вопросы Какие Факторы Нужно Учитывать При разработке Программы Как я уже Говорил Если программа Не соответствует Возможностям Огромная Вероятность Получения Травмы Каких-то Заболеваний Ни в коем Случа Нельзя Копировать Программы Надо Учитывать Что Ребенок Это Не просто Маленький Взрослый Учитывать Физиологию Ребенка Детская Мышца Утомляется Гораздо Быстрее Чем Взрослая Не Нужны Огромные Объемы Огромные Веса Тем более Главное Что Нужно Физической Подготовки Это Постоянство И Постепенность Не будет смысла Если мы сделаем Одну тяжелую Тренировку С Митболами С набивными Мечами В месяц И потом на месяц Это все забыли Это должно быть Постоянно Лучше Если Какие-то элементы Есть на каждой Тренировке Важно Чтобы Вся система Физической Подготовки Была Очень разнообразной Максимальное Количество Упражнений Включите Свою фантазию Придумайте Каждый раз Что-то новое Ребенок Не любит Физическую Подготовку Только из-за того Что она Постоянная И однообразная У многих И Точно так же Мои игроки Говорят Опять Штанга Ну на том На том этапе Это еще Как-то Более Сглажено На этапе Восьми Тринадцати лет Просто необходимо Разнообразие В играх В любых Конкурсах Главное Найти задачу И ее решить Базовой Безусловно Частью является Гимнастика Легкая Атлетика Научить Правильно Двигаться Научить Правильно Менять Направление Правильно Оттолкнуться Правильно Приземлиться Это Огромный Вклад В этого Юного Баскетболиста Ни в коем случае Нельзя ребенка Ограничивать Одним Баскетболом Просто получится Ограниченная Личность Даже если он Потом не будет В профессиональном Спорте Но ему Будет Неинтересно Условно Мы поделим Всю нашу Физическую Подготовку На три этапа Первый Этап Будет До 10 Лет Который Называется Этап Первичной Подготовки Основная Цель Этапа Стимулировать Здоровое Развитие Ребенка И его всестороннюю Подготовку Основные Задачи Этапа Развитие Скорости Ребенка Ловкости Координации И общей Аэробной Выносливости Главное На этом этапе Это обучение Техники Всех упражнений Которые И которые Будут Использоваться Позже Все упражнения Проводятся В форме игры В форме Какого-то Веселья Конкурсов Ни в коем случае На этом этапе Нельзя создавать Тренировочную программу По которой Ребенок Будет тренироваться Как в фитнесе Это не сработает И Только все Испортите Важная работа Здесь Работа Над Стабилизацией Корпуса Это работа На пресс Все мышцы Косые Мышцы спины Сейчас Тенденция Не качать Пресс Не качать спину А больше Работать Именно На стабилизацию Это может быть Огромное количество Вариантов Планки Всем известный Это может быть Резиновый амортизатор Привязанный Куда угодно В разных положениях Вот это важнее Важнее Ребенку Сделать Стабильный Корпус Еще Очень важное На этом этапе И очень Легко Работает Это Работа Над мобильностью Над мобильностью Суставов Особенно Тазобедренный Сустав Который Больше всего Нагружен в баскетболе Все низкие стойки Все перемещения В низкой стойке Куча прыжков Где Таз Огромную нагрузку Несет Очень простейший Набор упражнений Ну В легкой атлетике Это вообще Просто решается Ставится Набор барьеров И дети через них Проносят ноги В зале Я решаю Практически Тем же самым Поставил к стенке Либо в движении Они это делают Это Только упражнение С собственным весом Причем Самое простейшее упражнение Отжимания Которое Дают все И Поголовно Оно тоже тяжелое Для ребенка Начните С планки Начните Продолжите Отжиматься На коленях Главное Научить Сразу Ребенка Делать правильно И если он Физически Не способен Выполнить Это упражнение Значит Это упражнение Неправильное Значит Надо Его модифицировать Облегчить Настолько Чтобы ребенок Исполнял правильно Первое Что я учу делать Пришедших ко мне Детей 14 лет Учу их Отжиматься Есть люди Которые Выбранные Из 100 человек В молодежный Проект ЦСКА И который может Отжаться 2-3 раза 30-40% Детей Которые к нам Приходят Не могут Подтянуться Ни одного раза Это говорит о том Что Этим не занимались Да Мне всегда говорят Мы же баскетболисты Мы же не Гимнасты Это всестороннее Развитие ребенка Такого не может быть Чтобы ребенок В 14 лет Не подтягивался Что касается Скорости На этом этапе Опять же Здесь надо обучить Правильным движением Все беговые упражнения Здесь используется Если говорить О скорости Самое важное Упражнение Беговое Это бег С высоким подниманием Бедра Простейшее Начинаем мы Это обучение С ходьбы Мы ходим Я и с 16-17 летними Детьми Тоже начинаю с ходьбы Потом на месте Боюсь Слетят эти штучки Потом Очень маленьком Продвижении И только когда Они научатся Держать Осанку Синхронизируют Работу Рук и ног Только тогда Даже в беговых Упражнениях Только тогда Я чуть-чуть Запускаю их На какую-то скорость В любом упражнении На месте Медленное Проджение Если ребенок Научится делать Медленно Это говорит о том Что он Усвоил технику Его можно Запускать На Большие скорости Следующий этап Это самый основной Этап Нашей подготовки Который Чаще всего Провален 11-14 лет Здесь Нужна Всесторонняя Физическая подготовка Достигаемая Использованием Как общих Так и уже Глубоко направленных Упражнений Здесь Ребенок должен Максимально Уже Быть обученным Технике Всех упражнений Абсолютно Все Что будет использоваться В будущем Все Ребенок Уже должен Научиться Здесь Уже мы можем Использовать Тренировочную Программу Здесь Уже мы можем По возможности Идти в тренажерный Зал С этими Детьми Вот Именно На этом Этапе Создается Весь Фундамент 11-14 лет Это Как раз То о чем Я говорил Окно развития Окно развития Силы Скорости Вот Это Этап Именно 11-14 лет Очень важно По нагрузкам Здесь Желательно Не давать Очень интенсивность Не давать Большие веса Увеличивать Именно Объемы Нагрузок Объемами Упражнений Легкие Упражнения Но В большом количестве Повторений Опять же Здесь Очень много Работы На Кор Здесь Уже Можно добавить Какие-то Утяжеления Более тяжелую Работу Делать Мобильность Стабилизация Максимально Включаются Здесь Уже Можно Добавить Медбол Броски Какие-то Передачи Ну да Баскетболистов Нет проблем Там Все Используют Это упражнение Все берут Мячи Все отрабатывают Передачи Но существует С тем же Медболом Еще огромное Количество Даже просто На месте Упражнений Которые Никто Никогда Не использует Что касается Силы То здесь Уже На этом этапе 11-14 лет Возможно Использование Сопротивления Прогрессия Здесь должна быть Такая Сначала Ребенок Должен освоить Все упражнения Со своим весом Следующее Это В помощь Резиновые Амортизаторы Огромное количество Модификаций Вся следующая Силовая работа С резиновыми Амортизаторами Дальше Очень важный Этап Силовой подготовки Это Гантели Не все Их используют Но это Настолько Шикарное Средство Во-первых Они есть От полкилограмма И до бесконечности Где вы можете Варьировать Нагрузку Во-вторых Ее можно взять В одну руку Что немаловажно И уже все Движения Подключают Уже Баланс Подключают Стабилизацию Организма То, что важно Баскетболисту У него В одной руке Мяч Он двигается Постоянно В разных направлениях Это важно Не просто Поставить ребенка Под штангу И научить его приседать А использовать Упражнение Где используется Одна нога Одна рука Где Необходимо Держать равновесие И в этом плане Гантели Очень помогают Что касается скорости Здесь уже Необходимо Включать Настоящие Скоростные Упражнения Это Спринт Отрезки Спринта Старты Всевозможные Из разных положений С разными Звуковыми Сигналами Что можно сделать На скорость В баскетбольном зале Огромное количество Средств Можно поставить Конусы Под каждый шаг Научить их Бежать высоко Поднимая ноги Можно эти конусы Варьировать От широкого До узкого Заставить их Работать часто Здесь В качестве Функционального Тренинга Уже На этом этапе Возможны Интервальные Тренировки Пока Это Длинные Какие-то Легкие Интервалы Но уже Необходимо Их Включать Чтобы Энергетическую Систему Организма Включать В работу И третий Этап Это Этап Специализации Те дети Которых Мучаем Мы 15-19 лет Это Возраст Когда у Ребенка Происходит Наибольший Прирост Сили И скорости Здесь Уже На той Базе Которую Мы Построили До 14 Лет На этой Базе Уже Можно Развивать Максимальную Силу Развивать Взрывную Силу Здесь Объем Упражнений Уже Уменьшается Количество Средств Снижается Увеличивается Интенсивность Увеличиваются Веса И уже Половину Всего Тренировочного Объема Мы Отводим На развитие Силы И скорости После 15 Лет Ребенок Должен быть Готов К любой Работе Со свободными Весами В тренажерном Зале Он должен Быть обучен И должен Быть достаточно Крепким Чтобы в 15 Лет Начать работу Со свободными Весами С грифом Над головой С грифом Который В любом направлении Может двигаться И доставляет его Напрягаться Скорость На этом этапе Скорость Очень важно Подключить Прыжки Вот они Вместе с Физической силой И с гибкостью И эластичностью Дадут Огромный Прирост скорости В этом возрасте В плане Функционального Тренинга Здесь уже Необходимы Интервальные Тренировки Как длинные Интервалы Так и короткие Интервалы Тренировки В анаэробном Режиме Вводятся Именно С 15 лет И здесь Очень важный Этап В плане Обучения Этого Спортсмена Восстановлению Здесь восстановление Уже становится Частью тренировки Нагрузки Возросли И ребенок Должен быть Уже приучен Заниматься Своим восстановлением Основное Вот ролик Меофасциальный релиз Который Очень популярен В наше время Все фитнесы Все абсолютно Групповые Тренировки И это не случайно Потому что Здесь Ребенок Может Сам научиться Решать Проблемы Свои Со здоровьем После тренировки Мы используем его Часто и до тренировки Если особенно Накануне была Тяжелая силовая тренировка В разминке Обязательно Используется Валик Валиков У нас на всех Не хватает Все используют Баскетбольные мячи У каждого мяч Первые 10 минут Тренировки Они уже Приучены Они раскатываются Важно что? Важно Не фокусироваться На каких-то Объемах Нагрузочных На каких-то Весах Важно Видеть эффект Своей работы Может 15 минут Ежедневно Дать больше эффект Чем 3 двухчасовые тренировки В тренажерном зале Если их правильно Использовать Детскому организму Важно помнить об этом Сложно Справляться С нагрузкой Так как он еще Занят Созреванием И занят Ростом Если этот процесс Убить В нем Ничего хорошего Не получится Как я и говорил Не должно быть спешки Все постепенно Плавно Увеличиваются Нагрузки Веса Итак Давайте Чуть-чуть Глубже Коснемся Силовой тренировки Да Молодые спортсмены Могут Не выделяться Размерами Но силу Они набирают Силовая тренировка Необходима Не реже Двух раз в неделю Не меньше Два Три Если больше Не успевает Восстанавливаться Мышцы Как минимум После Хорошей силовой Тренировки Эта группа мышц Должна отдыхать 48 часов Меньше Двух раз в неделю Нет эффекта От работы Как я и говорил Начинаем С упражнения С собственным весом Потом Амортизаторы Гантели Потом штанга Примерная программа Которую я хотел Давайте я просто расскажу Не буду показывать Вот примерная программа Которую я набросал Для спортсменов 11-12 лет Достаточно подготовленный Спортсмен должен быть Первое Что мы делаем В силовой тренировке Это бёрпи Прыжок В упор Лёжа В упор Присев Выпрыгнули Для чего? Необходимо Возбуждение Нервной системы Перед работой Дальше Подтягивание Если нет возможности В зале Подтягиваться Найдите возможность Иметь в зале ТРХ Эти петли Всем известные Они вешаются На Кольцо Сзади Либо на шведскую стенку Часто есть Максимальное количество Раз Подтягиваемся Дальше Шаги вперёд Руки обычно Для баскетболистов Подняты Обычные шаги По 8 повторений Легко Увеличивается нагрузка Берётся Сначала Метбол Потом берётся Гантеля Дальше Отжимания Я говорил Что 10 отжиманий Это Не каждому По силам В 12 лет Ну 12 10 отжиманий Приседания Очень важное упражнение Важное для профилактики Травматизма наших коленей Ещё один огромный миф Если я буду приседать У меня будут болеть колени Приседания Приседания А также Огромное количество Других упражнений Где задействована Четырёхглавая мышца бедра Важнейшее Средство В профилактике Травмы коленного сустава Главный стабилизатор Коленного сустава Четырёхглавая мышца Научить правильно Приседать ребёнка Это Просто сделать ему Огромный подарок 10 приседаний То же самое Прогрессия такая Приседает Собственным весом Очень хорошее В плане обучения Приседанию Правильному Гантеля Которая Прижата к груди Ребёнок здесь Не может Сильно наклониться Держит спину Если ещё контролировать Чтобы Оба диска Были прижаты Вообще замечательно Подъёмы туловища Из положения Лёжа Пожалуйста Не держите Ноги Это лишняя нагрузка На поясницу И все упражнения Где зафиксированы ноги Наклонная скамья Куда мы ноги засовываем На мой взгляд Достаточно вредны Существует 100 упражнений На пресс Где можно избежать этого И вообще Баскетболисту Как человеку Высокого роста И зачастую Имеющего проблемы С поясницей Желательно делать Все упражнения Где поднимаются ноги Чтобы задействовать Больше Нижнюю часть пресса И помочь Разгрузить Нагруженную поясницу Итак Пресс 10 раз Тяга резины Взяли резинку Привязали на кольцо Это достаточная нагрузка Для ребенка 11-12 лет А если мы еще сюда В конце Добавим какие-то упражнения С медболом Обычные самые Возьмем Мяч Вокруг головы Мяч По диагонали Боковые броски В стену Броски от груди В стену Если мы К этой тренировке Силовой Добавим еще Один-два Круга Упражнений С мячами Будет полноценная Силовая тренировка Что еще хотел сказать По поводу Травм Коленного сустава Интересная тема Есть такая идея Которую я очень активно Использую И в своих тренировках И активно Продвигаю ее Среди тренеров Так называемая идея По очередности Суставов В нашем организме Если идти снизу То Суставы имеют Разную функцию Голеностопный сустав Сустав должен быть Подвижным Коленный сустав Должен быть Стабильным Выше Тазобедренный сустав Должен быть Подвижным Нижняя спина Должна быть Стабильной Верхняя спина Должна быть Подвижной Плечо должно Быть стабильным Все просто И нарушение Функции Соседнего сустава Сразу же Приводит К неправильной Нагрузке И Травмам нашего бедного колена и так колено стабильный сустав которого нет функции движения в разную сторону анатомически почему травмируется часто у баскетболиста коленный сустав одна из причин то что он с детства закон высокие кроссовки из 15 лет уйдя в профессионалы тейпы та же проблема колено часто присутствует у хоккеистов которые с неподвижным в коньках неподвижный голеностопный сустав вся нагрузка которую должен принимать подвижный и хорошо укрепленный голеностоп вся идет на колено еще один важный фактор профилактика травматизма хорошие хорошо развитые ягодичные мышцы все движения которые паразитные колено внутрь говорят о слабости ягодицы очень просто решается профилактика травм коленного сустава это хорошо подвижный голеностоп подвижность развивается очень просто вы ставите к стенке ребенка не отрывая пятку он должен коснуться колено коснулся коленом чуть-чуть отодвинул постепенно отодвигая 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 ежедневно этого упражнения одного уже достаточно потом уже когда приходят дети с абсолютно неподвижным голеностопом мы кладем уже утяжеление и они с этим утяжелением делают ягодица да много упражнений на ягодицу лежа подъем таза мостики которые необходимо включать но есть очень простое средство резинка которая чуть выше колено вот такая петель если ее добавить такие упражнения как приседания это очень быстро и практически без особых каких-то лишних средств дает такую стабильность колено что все проблемы сразу уходят еще одна причина травм коленного сустава это плохо подвижный таз с этой причиной я сталкиваюсь постоянно опять же при всех приземления все то что должен гасить хорошо подвижный таз все идет колено как я уже и говорил подвижный таз это любые махи любые вращения ногами как статический стретчинг взяли тот же валик под колено подложили подушечку положили сюда растягиваемся под колени подложили коврик растягиваемся в эту сторону в эту вот такие простые средства 15 минут в разминке где вы успеете поработать над чистотой поработать над балансом поставьте делайте разминку любые там движения суставами но дети стоят на балансировочной подушки вы решите проблему с балансом а баланс это исключение травм при приземлении на одну ногу после контакта минимальными средствами мы решаем глобальные задачи если мы начиная с первого класса начиная с 7 6 7 с 8 лет будем вводить специальные упражнения специальную физическую подготовку в нашу тренировку то у нас не будет ежегодных отчетов тренеров национальных команд которые говорят что мы всем проигрываем в атлетизме на этом хотел бы закончить